Обещанного три года ждут, но есть ли шансы дождаться? Оказывается, есть. Жители частного сектора на Тверецком проезде много лет бились за то, чтобы на их улице вместо ям, луж и круглогодичной грязи появился асфальт. Тем более, что с 2019 года в Верхневолже активно реализуется проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». В его рамках заасфальтировали за минувшие два года около 100 километров дорог, но в основном это крупные магистральные улицы Твери. А вот периферийные небольшие улочки в частном секторе и некоторых спальных районах областной столицы по-прежнему можно сравнивать с фронтовой дорогой. Ямы до ухабы, где невозможно ни проехать, ни пройти. О том, как быть с ними, рассказываем в следующем сюжете. С 2019 года в Твери идет масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По плану в областной столице нужно закатать в асфальт более 265 километров дорог. В первые два года работы программы в Твери привели в порядок 73 дороги общей протяженностью примерно в 100 километров. В 2021 году работа продолжается. За нынешний ремонтный сезон планируется потратить на асфальтирование улиц больше миллиарда рублей. Как сообщает информационный портал «Панорама.Про», на ремонт Центрального и Заволжского районов выделено 593 миллиона рублей. На ремонт Пролетарского и Московского – 438. А вот небольшие периферийные улицы, например, в частном секторе зачастую остаются без внимания, как, например, Тверецкий проезд в Задверечье. Здесь несколько раз, опять-таки, делали водопровод, канализацию, газ и все остальное. Поэтому дорогу так испортили. Она была просто порой сельская дорога лучше. Борьба за дорогу шла аж с 1994 года. Несколько лет назад жители обратились за поддержкой к депутату Тверской городской думы Дмитрию Нечаеву. Он взял вопрос на контроль, но дело оказалось непростым. Народный избранник три года вел переписку с властями. Накопилась целая папка письма, жалобы, а ВОЗ оставался на прежнем месте. Всякие раз сроки ремонта сдвигались, работы откладывались, дорожники в ответ на запросы зампреда думского комитета находили все новые и новые причины. Тем не менее, в итоге, наконец-то удалось изыскать средства и силы, и многострадальную дорогу основательно подремонтировали. Несмотря на то, что у нас беспрецедентно масштабные работы ведутся по ремонту магистральных дорог, и появляется много, высвобождается вторичного материала, так называемого асфальтового гранулята, ну, крошки асфальта, по-простому говоря. Мы рассчитывали, что вот этой крошкой нам с лихвой хватит, чтобы привести хотя бы в какое-то предварительное такое состояние нормативное, привести вот эти периферийные мелкие дороги. Но оказалось, что и гранулята этого даже тоже не очень-то хватает, что он очень востребован. На это ушло более 200 кубометров строительного материала. Теперь по ней можно ездить, не боясь за подвеску и ходить, не боясь утонуть в грязи или перепрыгивая лужи. Вот это всё заняло один день. То есть приехали, положили асфальтовую крошку, на второй день приехали, разровняли всё это дело и закатали. И вот просто-напросто Богом, на котором можно было молиться, это вот как раз Дмитрий Нечаев, ему удалось сделать. Депутат Дмитрий Нечаев считает, что подобные объекты по всему городу давно пора приводить в надлежащий вид, используя при этом вторичные материалы. Немаловажным фактом является и инициативность самих жителей подобных районов. Субтитры создавал DimaTorzok